Представители Вышеградской четвёрки – Польша, Венгрия, Словакия и Чехия – собрались в Праге, чтобы отметить 30-летие Бархатной революции. В ноябре-декабре 1989 года мирные протесты привели к падению коммунизма в бывшей Чехословакии. Революция стала одним из самых важных событий, ознаменовавших окончание Холодной войны. «Урок 1989 года заключается в следующем. Ничто не сможет оставаться неизменным. Сегодня мы живём в Европе в мире, свободе и демократии, с открытыми границами. Некоторые считают, что это естественно, некоторые этого боятся. Нам нужно обмениваться разными точками зрения, нужно знать разницу с другими, чтобы лучше понимать мир и укреплять Европу». «Страны нашего региона выбрали свободу и демократию. И через три десятилетия мы можем сказать, что это был правильный выбор. Именно Польша начала этот процесс в 1980 году. У нас появился профсоюз «Солидарность», который объединил 16 миллионов человек. И это привело к первым свободным выборам в 1989 году». В центре Праги прошли костюмированные шествия и концерты. Люди также принесли свечи к мемориалу бархатной революции. Именно здесь, в 1989 году, полиция избила протестующих студентов. Это привело к более масштабным выступлениям против режима. Коммунистическое правление в стране завершилось относительно мирно. Произошло это через несколько недель после падения Берлинской стены. Позже президентом страны избрали диссидента Вацлава Гавила. «С 1989 года мы, конечно, продвинулись вперёд, но нам нужно постоянно продолжать развиваться. Это бесконечный процесс». В Думу сначала была эйфория, которая потом прошла. А теперь мы просыпаемся, и ситуация становится всё лучше. Между тем, в субботу около четверти миллиона жителей Чехии вышли на протест против действующих премьер-министра и президента страны. Они обвиняют Андрея Бабиша и Милаша Зимана в том, что те всё дальше уводят страну от демократии. В Чехии живёт чуть меньше 11 миллионов человек. Поэтому 250 тысяч протестующих – весьма значительное число. Демонстранты говорят, что лидеры страны снова внедряют социализм и погрязли в коррупции. «Мы здесь, поскольку не согласны с политикой высшего руководства. Она основана на лжи. Те, кто её проводят, делают вещи, которые ненормальны в обществе с моралью. Мы не согласны с нынешним правительством, которое поддерживают коммунисты. Я также не согласен с курсом внешней политики». Социалист Милаш Зиман называет протесты недемократичными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова